Приветствую вас, уважаемые друзья и коллеги по хобби. Открываю на своем канале новый раздел. Раздел будет посвящен военно-исторической миниатюре. И первая фигурка будет у нас фигурка польского гусара, или еще их называли польский гусарский товарищ. В период 1530-1600 года. Обычно гусарские товарищи, или польские гусары, набирались из богатой зажиточной шляхты. И когда они нанимались в армию, они должны были с собой привезти одного или двух товарищей, или добровольцев. Они были в состоянии экипировать для конной службы и себя, и людей своего почета. Вот почетами назывались те люди, которых они с собой приводили. Между собой все гусарские товарищи были равны, но существовала у них списочная иерархия. Чем выше по родному списку стояла фамилия товарища, тем больше у него было шансов занять должность поручика или его наместника. У воинов был характерный венгерский стиль гусарской одежды и экипировки. Введен был королем Стефаном Баторием. Под стальную керасу надевался стеганный жилет с кольчужными рукавами. Стальной шлем шишак украшался экзотическими перьями. Самой эффектной деталью гусарской экипировки была звериная шкура, барса, леопарда или ягуара. Для придания эффекта к задней луке седла могли крепиться одно или два крыла. Также их еще называли крылатыми гусарами. Стандартным вооружением гусара была сабля. Этот вид сабли подходил для конного и для пешего боя. Сабля называлась ботровка. И имел клинок около 77-88 см. На вооружении гусара часто имелся и боевой молоток – клевец. По-белорусски или по-польски его называли надзяк. Клевцы предназначались для ближней рукопашной схватки. Часто ими вооружались всадники. Со временем клевцы остались в качестве статусного атрибута воинского начальства. И они отличались качеством изготовления и отделки. А также часто снабжались скрытыми, ввинчивающимися в рукоятку пинжалами. Мне очень понравилась эта фигурка качеством литья. Очень хорошо видна проработка каждой мелочи. Фигурка от начала основания до конца перьев – 7 см в высоту. Довольно увесистая, оловянная. Очень хорошего, приятного качества. На каждой фигурке стоит клеймо и номер по каталогу. Так фигура смотрится в руке. Хочу вам показать, как хорошо имитирована шкура животного. Очень приятные и красивые миниатюры. Приятно поставить на полку. Очень хорошо смотрятся. Чем-то они привлекают. Если вам интересна, друзья, данная тематика, комментируйте, ставьте лайки. На этом буду заканчивать. Всех благ вам, вашим близким. Оставайтесь с нами.